Всем большой привет! Меня зовут Ирина Дрим. Рада вас видеть снова на моем канале. С тем, с кем не знакома, то приятно познакомиться. Сегодня на моем канале будет распаковка товара с Алиэкспресс. К сожалению, а может быть и к счастью, будет сегодня только одежда. Если вы хотите увидеть как можно больше гаджетов, то прошу добро пожаловать на прошлое видео. Там было столько гаджетов и вам это видео очень понравилось. Ссылочку оставлю в описании и в подсказке. Ну, давайте скорее смотреть, что же ко мне пришло сегодня. Поехали! Две вещи, наверное, можно носить даже вместе, потому что они обе очень странные. Хотя, ну, пиджак такой себе, конечно. Ну, давайте начнем вот с этого. Это платье. Оно очень странно выглядит, но на модели, именно на Алиэкспресс, выглядело прикольно. Платье без всяких выточек, без шова, кроя. Мама сказала просто это скатерка на стол. Но на самом деле я еще его не мерила, и вы первые увидите, как оно сидит на мне. Не знаю. Приоткрою небольшую тайну. Я скоро поеду в путешествие, и вы увидите все это мое путешествие на моем влоговом канале. Кто не знал, у меня есть влоговый канал. И планировал я эту платьишку взять с собой. Ну, не знаю, буду ли я его брать, сейчас померяю, и уже потом решу. Может быть, ожидания, реальность будут реально совпадать? Ну, посмотрим. Пока не могу ничего сказать. Думаю, что он будет слишком коротким для той страны, в которую я еду. Да и вообще, наверное, для любой страны. Итак, следующая вещь. Это вот такой пиджак. Пиджак очень интересный. С такими нависающими на ваши плечи рукавами. Очень легкий, очень тоненький. И безумно его трудно гладить. У меня сейчас не было очень много времени на то, чтобы погладить все эти вещи. Прям идеально. Я так немножко его привела в чувство. Но его нужно прям отпарить. Не просто погладить утюгом, как я это сделала. С виду пиджак выглядит очень даже неплохо. И по качеству точно так же. Единственный минус я ему поставлю. Все-таки это материал. Он его дешевит. Крой хороший. Пилечики есть. Все в порядке. Но если сравнивать с пиджаком, который я брала в прошлый раз. Тоже я показывала его в распаковке. На этом же магазине. Я просто думала, что раз я брала пиджак на этом же магазине. То и этот должен прийти соответствующего качества. Но все-таки, если хотите взять пиджак на Алиэкспресс. То я вам посоветую брать вот по этой ссылке. Я оставлю ссылочку в описании на вот этот пиджачок. А вот с нависающими плечиками. Ну, не очень советую. Он очень легкий. Вы, конечно, посмотрите, как он на мне смотрится. Может быть, вам он понравится. Но я ждала немножечко большего. Всего-то другого материала. Теперь затронем тему отпуска, лета. И все-таки легких таких платьишек. Первое платьишко, которое я заказала, вот такое интересное просто. Я увидела фотку и сразу уже поняла, какую фотку я сделаю в Инстаграм. Здесь есть вот такие бумбончики. Вы только гляньте, какие они классные. Это выглядит очень мило. Я уже представляю, как я иду по пляжу, надев шляпу. И вот это платьишко на купальник, по-моему, будет прям вообще суперски смотреться. Материал безумно приятный. Вот это материал, которым хочется вот так вот окутаться. И сидеть, и наслаждаться его мягкостью. Просто восторг. И я рада, что я заказала такой нежно-розовый цвет. Хотя он на картинке смотрелся чуть-чуть лучше. Но все-таки нормально. Как раз для моего Инстаграма. Хотя и оранжевый смотрелся бы прям так сочно, ярко и по-летнему. Посмотрите обязательно, какие есть там расцветки. На следующее платье, я уверена, обратят все девушки, которые меня сейчас смотрят, в свое внимание. Вот, посмотрите, как оно смотрится на модели. То есть ожидание. И что меня безумно порадовало? Реальность. Вот точь-в-точь. Вот просто. Цвет меня просто покорил. Когда я смотрю на это платье, у меня сразу такое, знаете, впечатление, что я на загородном курорте, в каком-то, в какой-то лыжайке зеленой, сижу в шляпе опять же. Почему-то везде хочется припекнуть эту шляпу, которой у меня причем нет. Надеюсь, что она ко мне тоже скоро придет. Но, да, может быть, шляпа-то и не успеет прийти, но все-таки вот хотя бы уже платье есть. Платье просто великолепное. Надеюсь, что скоро так все и будет. Ой, красота же, правда. Материал просто великолепный, очень приятный. Если я не ошибаюсь, то это стопроцентный хлопок. Сзади, кстати, вот здесь такая резиночка. Это безумно классно и удобно. Если у вас, например, широкая спина, у меня она достаточно широкая из-за того, что я занималась плаванием. Ну, давайте переходить дальше. Кстати, следующая покупка у меня тоже. Она с такой летней серии. А потом пойдем немного так по школьной тематике. И по осеннему гардеробу. Ого, здесь даже на резинке есть силиконовая такая прослойка. Блин, ребят, это очень редко бывает, когда покупаешь вещи на китайских сайтах. Я покупала эти вещи на талевере. И реально безумно хорошее качество. Я не ожидала, что здесь будет такая резинка силиконовая. Это поможет как раз таки такому комбинезону не спадать с ваших плеч. Вот так выглядит этот комбинезон. Мне очень понравилась эта расцветка. Цвет этот желтый. Он прям дарит позитив, радость. В особенности в путешествиях. Я думаю, будет прям замечательно этот комбинезон смотреться. На фото. На пляже тоже будет круто. Знаете, я сейчас смотрю, как-то так, мне кажется, далеко матня. Надеюсь, что он будет нормально на мне смотреться. А то я уже что-то начинаю сомневаться. Пока еще не мерила, вы все видите, повторяю первыми. Но перед тем, как я начну показывать вещи из осенней тематики, я вам советую обязательно установить перед покупками любыми в интернет-магазинах кэшбэк-сервис Мегабонус. Благодаря этому кэшбэк-сервису вы сможете сэкономить на своих покупках в интернете до 40%. Вы представляете? Это безумно много. Меня ужасно поразил факт о том, что в опросе ответило большинство, что они не умеют пользоваться кэшбэком. Я не понимаю, почему так. Ведь я столько раз уже объясняла, как его устанавливать и как им пользоваться. Даже если вдруг у вас не вылазит уведомление, многие пишут на магазинах, то вы можете нажать на кнопочку наверху на Мегабонусе и ввести название магазина и заодно проверить все-таки, есть ли там кэшбэк или его нет. Но вот у меня такого не бывало никогда. Обычно всегда Мегабонус сразу вылазит уведомление, что здесь есть кэшбэк или же он идет вот такой красной строчкой по всему экрану, что ты не активировала кэшбэк, Ира. Это очень круто, что есть такое напоминание. Я нажимаю просто кнопку активировать, все, полоска становится зеленой, после этого вы делаете покупку и все, процент, который написан, вот например на Алиэкспресс, он даже пишет, сколько вам вернется денежек, оно возвращается на ваш личный кабинет. И там уже у вас будет кнопочка вывести средства, и вы нажимаете на нее и можете вывести деньги любым из предложенных способов. Кстати, на Мегабонусе есть новая флюшка, которая просто меня покорила. Вы можете теперь следить за ценой на Алиэкспресс. То есть, например, вам понравилась безумная вещь, вы посмотрели на динамику цен, на надежность продавца, вам все понравилось, и вот эта цена у продавца сейчас большая, хотя вчера она была гораздо меньше. Теперь вы можете на Мегабонусе прям открыть панельку и нажать галочку следить за ценой. Как только цена упадет, у вас придет уведомление прямо на работе стола, на ваш браузер, вы увидите его и, возможно, сразу, может быть, купите эту вещь, если, конечно, на тот момент вы уже не переходите ее покупать, как у меня бывает часто. На Мегабонусе сейчас есть более тысячи магазинов, есть Шейн, вот я, например, сейчас буду снимать распаковки. Эйсас, Спортмайтер, Литваль, да все магазины, которые вы, думаю, знаете. Поэтому обязательно экономьте, вы также можете экономить в своих путешествиях, на Бутинги, на Авиасейлс, везде вы можете получать свою скидку и возвращать себе лишние деньги, которые вы платите. И фактически получается, что за рекламу на сервисах. Делайте свои покупки с умом и экономьте как можно больше и везде. Ну, а свой великий прокол или самая ужасная вещь, одно и то же, я стоила, наконец, в твое видео. И вот эта дурацкая вещь. Мне она ужасно не нравится. Материал просто отвратный, скользкий, синтетический, с чем-то там, я не знаю, но чувствуется, что ужасный. Не прошиты вообще некоторые швы. Вообще так, знаете, на отвори. Нитки торчат. Вообще пуговица с 70-х каких-то. Ну, в принципе, пуговица-то нормально. Он модный сейчас, все окей. Но материал прям бяка. И очень он тонкий. Молодые ли вы только посмотрите, как выглядит. Возможно, он будет на мне ничего выглядеть. Но в жизни, поверьте, это смотрится такое себе вообще. То есть, я уверена, что я носить этот плащик не буду. И он точно не стоит своих денег. Рукава, плащик, пиджак, платье, да, это называется. Рукава у него тоже прям неприятные. Будет не очень хорошо его носить. Смотрите на мой инстаграм, потому что я там очень стараюсь делать фотографии, посты писать. И думаю, что вам будет интересно там. А также вы можете видеть другую одежду, которую я всегда отмечаю на фотографиях. Эту также буду фотографировать уже на себе в путешествиях. Я уже сейчас сразу буду записывать следующую распаковочку. И она выйдет буквально через пару дней. Поэтому не буду с вами прощаться. Говорю вам до свидания, до скорой встречи. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую распаковку. Я также передаю приветы всем тем, кто находил пончики в прошлом видео. Привет, ребята. Спасибо, что активничаете. И да, помните, что мечтай, действуй и никогда не останавливайся. И всем пока. Увидимся уже очень скоро. Квань, через два дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok